У ЦСКА футбол не сбалансирован в том смысле, что у них крен в сторону обороны. То есть они часто даже со слабыми соперниками играют вторым номером на контратаках, на закидухах на этих. Потом соотношение, это еще при Газаве пошло, 6-4. То есть 4 атакующих игрока, а 6 человек сконцентрированы в основном на обороне. И то, чтобы закрыть там зоны, контратаки не пропустить. И поэтому элементарно не хватает людей в атаке. Потому что сбалансированный футбол, компактный тем более, как его сейчас называют, он подразумевает атаку большими силами соперника и большими силами тоже оборону. Но вот здесь как раз даже атаковать большими силами, это очень сложный компонент игры. Но еще сложнее компонент игры, оставляя за собой большие зоны, когда ты атакуешь на половине поля соперника большими силами, перейти на оборону и сохранить вот этот баланс. Понимаешь, вот у ЦСКА этого баланса нет. Причем мы давно уже отмечали, вот сейчас они с Арсеналом сыграли, я говорил, что с такой игрой нельзя играть с Ромой. Они играли в такую игру, Рома их наказала, потому что они по-другому играть не умеют. Сейчас они приезжают, казалось бы, Рома преподала вам урок. Сейчас как-то нужно перестраиваться. Что мы видим сейчас в игре с Локомотивом? Та же самая игра, как с Арсеналом, еще хуже, понимаешь? Поэтому ничего не меняется, и Слуцкий вообще не в состоянии изменить ничего. Хотя, как он сам сказал, сейчас у него команда за последние 10 лет, это самая сильная команда. Как он говорил, это не мои слова. Вот, с другой стороны... Он искал полузащиту, он не искал команда. Я, кстати, так не считаю, да? Он сказал полузащиту, я подчеркиваю, подчеркиваю. Да, теперь покажи нам полузащиту, и я тебе покажу команду. Когда был Вагнер Лав, это была другая атака. Атака тоже важна, наверное, для команды? А? Атака важна для команды? А что, они сами атаку создавали? Ну, Вагнер Лав, как игрок атаки полезен был. Не, что, он сам брал мяч от своей штрафной площадки и завершал ее. Ему же мяч доставлял, а тому же Вагнеру Лава, средняя линия. Вот, потом, ты как сейчас отмечаешь, пускай даже, вот ты говоришь, за последние 10 лет самая сильная средняя линия, да? Это не мои слова, это слова Слуцкого и Игнашевича. Слуцкого, правильно. Игнашевич вообще сказал, что Кузькину мать покажет. Вот ему показали. Ты забыл про эти слова, нет? Я помню. Не помнишь, да? Молодец. Так вот, а ты здесь констатируешь факт, да, ты констатируешь. Вся итальянская пресса констатирует, что они в средней линии вообще провалились, да? Как они с такой средней линией, как ты говоришь, до четвертьфинала доходили? Со слабой. СМС-ка пришла от Николая Александра Викторовича. Почему вас выгнали из Франции, когда вы тренировали Red Star? Ну, если вы будете Абрамова читать, а это по его книге, да, то вы далеко пойдете. Вот, этому человеку вообще ничему верить нельзя, потому что по той простой причине, что, а, он не профессионал, сначала в Ливии. Но он был агентом, нет? Да, агентом. Ты знаешь, что он по профессии сначала был? Без понятия. Да, в Ливии там непонятно чем торговал, понимаешь? И когда я уехал, заключал контракт, у него в своем антиспорте не было, он потом появился. А потом, как он пишет, он приехал там выбивать для моего контракта деньги, да? Наезжает на мою жену, да? Вот. Представляешь, он меня даже не знал, он даже со мной не встретился. Понимаешь, что им делать? С супругой, да? Он писал. Он супруга, и то супруга его случайно там в посольстве увидела, да? Он говорит, что вы мне не пригласили? А кто такой ты, чтобы тебя ко мне в гости приглашать? Раз он на одну передачу пришел, слышишь? На одну передачу пришел. Дайский был пришел. Он знал, что я там с ним пересеку. Я не знаю. Он пришел с охраной. И это его счастье. Он вас боялся. Я не знаю, кого он боялся, это его счастье. Если бы он без охраны там два мордоворота сидела, да? Если бы он пришел, там бы другой разговор был. Поэтому с этим Абрамовым все давно уже ясно. Ну а по карьере вашей в Red Star? Одно то, что он агент, да еще агент Совинтиспорта, это уже клеймо, это уже диагноз, понимаешь? А то, что этот, кстати, клиент Советского Спорта. Они там снюхались с Егоровым совсем очень хорошо. Александр Викторович, а не по вашим листамам пошел к Кантона? Если бы я... Это к чему, мне интересно, я очень понял. Не, ну типа Кантона скандальный, да? А, в этом плане. Как Кантона играл, так вам здесь Широковым там и Киржаком, а Шарем близко не снилось. А вы? Я был бы счастлив играть так, как Кантона. И вести себя так, как Кантона. Кантона уже бил болельщиков. Ну и что, правильно делал. Правильно делал? За это его от футбола странили. Ничего, дураков английских бил, мозги им прочищал. Но тем не менее, этого болельщика, который он замочил, да, его никто не знает. А Кантону все знают. Замочил. И Зидан, кстати, тоже вас, итальянцев там гонял на чемпионате мира. Кантона названивает, и очень интересно мы с ним пообщались про Рома. Они мне сказали сами, что очень понравился им Миланов, потому что они большинство игроков ЦСКА, естественно, знали, но вот про Миланова меньше, и он очень понравился. Но он тоже играл не на своей позиции. И когда говорят, вот, я слышал ваш конец разговора с Денисом Казанским, что вот там такая-секая за...